Такие понятия, как «кружало», «блуждалка», «ходуль» и «закрутиха» возвращаются в современный обиход. Теперь это не просто старорусские слова. Их значение каждый желающий может в буквальном смысле опробовать на себе. Это комплекс, восстановленный по древним гравюрам, древних развлечений Древней Руси. Мы хотим максимально пустить в массы, популяризировать развлечения в нашем традиционном русском стиле. И позволить людям прикоснуться к истории, в том числе и благодаря играм, и благодаря развлечениям. То есть не только сухая история, сухие факты, но и активность, и весело провести время, в том числе и изучая историю. Восстановленный по древнерусским гравюрам комплекс развлечений, на первый взгляд, состоит из незатейливых конструкций, которые на деле требуют немало усилий. Чтобы справиться с поставленной задачей, необходимо быть смелым, ловким и скоординированным. Обучиться ходить на ходулях может каждый. Это дело нехитрое. Главное – правильный хват. Легким движением, грациозно встаем на опоры и движемся вперед. Смотрим за балансом и за красивой походкой. Сегодня русские народные забавы не только стремительно набирают популярность, но и по праву входят в перечень туристических локаций Одинцовского округа. Подобные аутентичные развлечения не ноу-хау. Это наше русское. Очень здорово. Нам очень все понравилось. Супер просто. Нет слов. Такие аутентичные места, Дива-Град, я думаю, что войдет как раз в тот перечень легенд, которые нам будут необходимы для продвижения туристических дестинаций нашего округа. Я думаю, что это как раз будет востребовано не только среди жителей нашего округа, но в том числе и всего Подмосковья для того, чтобы нам показать, что такие аутентичные места существуют, и они уникальны. И мы этим гордимся. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.